Приветствую вас, аноним. Мне кажется, что проблематика здесь, ключевая проблематика здесь в том, что вы не слишком уверены в себе. Вы не слишком, может быть, доверяете себе. Вы не слишком, может быть, цените себя. Вы не слишком, может быть, любите себя. Вы не слишком привыкли опираться на себя и, вероятно, вы боитесь какого-то сближения, боитесь реальных отношений. Почему? Потому что, на мой взгляд, отношения по сети не дают этого. На мой взгляд, отношения по сети не позволяют людям участвовать в полноценных отношениях. Не позволяют людям взаимодействовать. И то, что вы плохо, достаточно трянуть. Ощущение подвешенности, ощущение неопределенности, говорит о невозможности вам принять самостоятельное решение. И говорит о том, что вы, вероятно, тревожник. Вот. Вот, соответственно, такая история. Ну и когда вы говорите, что вас задевают, когда мне нравится, тоже очень важно понять, что вы имеете ввиду. То есть, как конкретно вы это воспринимаете, как конкретно вы к этому относитесь и что конкретно вы чувствуете? Что это для вас? Какая проблема тут всплывает? Что касается непосредственного взаимодействия с мужчиной, то здесь я бы сказал, что имеет место быть вероятнее всего крайне поверхностное общение, где им нет общего. То есть, внешний контакт есть, может быть, но более глубокого нет. И предпосылок для того, чтобы это более глубоко было? Точно нет. Прямо с этой сетью. Поэтому я бы здесь в первую очередь смотрел бы на ваши переживания, на то, как вы себя ощущаете, какой вы себя ощущаете в этой ситуации и с чем это связано. Мне кажется, что вы генерируете ситуации, которые подтверждали бы то, чего вы боитесь в контексте самой себя. Такой вот ответ я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Зовешь, я вам, всего самого доброго. Сама бы добра. Продолжение следует...